Эта скономерность была известна как кривая Хэкмана, когда у нас с ростом уровня образования отдача уменьшается. Но в последнее время, в общем-то, эта тенденция изменилась. За последние 20 лет было показано, что все-таки высшее образование стало более эффективным. Потому что образование в течение всей жизни, эта парадигма привела к тому, что действительно люди на уровне высшего и послевузовского образования выбирают такие программы обучения, которые позволяют им получить наибольшую отдачу на своем рабочем месте, и социальные эффекты тоже здесь становятся более высокими. Потому что люди осознанно выбирают определенное поведение, определенные трудовые траектории, скажем так. И вторая тенденция, которая меняется в последнее время, на мой взгляд, она заключается в том, что охваты образованием в целом у нас увеличиваются, а результативность обучения не меняется. И здесь необходимо еще многое сделать для того, чтобы национальные политики были, в общем-то, на это направлены, на увеличение результативности обучения. Потому что просто посещение учебных заведений, мы видим, все-таки не приводит к дальнейшему результату, к росту результата. И я, с вашего позволения, тогда перешел к тем тенденциям, к тому анализу, к тем выводам, которые наши уважаемые докладчики считают важным отразить в своих выступлениях. И первый доклад у нас, доклад Марка Львовича Аграну Ильича, который называется, одну секундочку, который называется «Анализ показателей российского образования с позиции конечных результатов». Пожалуйста, Марк Львович, вам слово. Спасибо, Павел. Я попробую. Виден ли презентация? Пока нет. Нужно демонстрацию крана запустить в меню. Сейчас. Не видно? Сейчас видно. Все видно, да? Все. Значит, Павел только что сказал очень, на мой взгляд, существенную вещь о том, что охваты растут, а результативность как-то не очень. В связи с этим, значит, я хотел бы сказать, что действительно охваты растут. И я занимаюсь статистикой образования. И в статистике, в общем, я не могу сказать, что это кризис, но, в общем, некая смена парадигмы. Потому что, если говорить о охватах и уровня образования населения в развитых странах, ну и в России и подавно, то мы видим, что у нас больше половины, почти две трети, значит, имеют третичное образование, то есть как минимум среднее профессиональное и выше. И полное среднее образование имеют еще там 39%. Короче, ниже полного среднего какие-то там копейки, это уже скорее уже в нашей стране, боюсь, диагноз, чем уровень образования. И вот все вот эти показатели охватов, они всегда говорили о доступности. И вот, так сказать, довольно долго мы пытались считать доступность образования через охват. Сейчас в развитых странах, по крайней мере, в России тоже с доступностью, судя по показателям охвата, все в порядке. И анализ образовательных систем уже мало интересуется этой доступностью, а больше интересуется социально-экономическим результатом. То есть того, как, что дает, собственно, образование человеку, обществу и экономике. Какие характеристики образования обеспечивают экономический рост, снижение социальной напряженности, успешную социализацию младых людей в послешкольной жизни? Эти вопросы часто, так сказать, выходят на первое место. И спектр исследований социально-экономических эффектов образования очень широк. От анализа связи уровня образования населения с производительностью труда до влияния уровня образования на его социальную активность. И, соответственно, от связи с средней ожидаемой продолжительностью обучения с подышевым ВВП до влияния повышенного, повышения охвата программ металлического образования на снижение расходов на пенциоциальную систему. То есть исследование образования уходит от стандартных, таких устоявшихся вещей, как охваты, коэффициенты выпуска, коэффициенты зачисления. И мы пытаемся уже смотреть, как образование связано со социально-экономическими показателями. Ну вот картинка, которая здесь демонстрируется, она очень, так сказать, наглядна, на мой взгляд. Значит, это на ней охват образованием детей раннего возраста, тех самых, о которых говорил Хекман, и экономически активные женщины. Вот зеленые полоски – это Россия. У нас снижался охват детей этим образованием и снижалась экономически активность женщины параллельно. Точно так же, как в УСР в среднем рос охват детей программами раннего развития до трех лет. И, соответственно, параллельно ему росла экономически активность женщины. Вот, казалось бы, какое отношение имеет образование совсем маленьких к экономике? Вот прямое, как выяснилось, прямое. Значит, что мы сделали? Мы посмотрели только один параметр – это успешность молодых людей в послешкольной жизни. Мы предложили оценивать его по NEED. Это Not Employed, Not Education Training. То есть это люди, которые не работают и не учатся. Это довольно сложный социальный феномен последних десятилетий. Мы его берем достаточно узко. Мы его берем как статистический показатель. И говорим о том, что вот эта доля молодых людей, которые не работают и не учатся, говорят о отсутствии социализации и, соответственно, в общем, о неуспешности в послешкольной жизни. Мы берем население 20-24 года, потому что, значит, мальчики в армии в больших количествах и до этого показатель сильно искажается этим самым, показатель NEED. Вот, мы посчитали NEED по всем регионам Российской Федерации. Он сильно варьирует от 5% в Санкт-Петербурге до 43% в Сеченской Республике. А при средней по РФ там 17% примерно. Это не очень много. Это где-то там чуть ниже средней по ОСР. Теперь, что мы сделали? Мы провели корреляционный анализ показателей образования и вот этого самого показателя NEED по всем регионам Российской Федерации. Значит, NEED, успешность в послешкольной жизни, это доля NEED в численности населения в возрасте 20-24 года. Система образования. Мы брали охваты и выпуски по уровню образования, организацию образования, финансирование образования и характеристики педагогического состава. Естественно, NEED зависит от целого ряда внешних факторов, начиная от уровня безработицы и доступности высшего образования. Ну и кончая уровнем экономического развития территории и уровнем урбанизации. Естественно, мы влияние этих факторов терминировали. Что у нас получилось? Охват населения образования в наибольшей степени влияющий на NEED. Ну, валовый охват образования в населении в возрасте 16-17 лет в старшей школе СПО на базе 9 класса – корреляция положительная. Это странно, но если посмотреть второй момент, а это коэффициент завершения в старшей школе, да, здесь корреляция высокая. И более того, еще на том же уровне примерно корреляция между NEED и охватом программного и профессионального образования на ступени среднего образования. То есть это СПО после 9 класса. Вот оно благотворно влияет на NEED, в то время как общее среднее образование влияет, так сказать, отрицательно, влияет негативно на NEED, то есть оно его повышает. Следующий момент. Результаты NEED и ресурсы. Ну, здесь мы видим, что доля расходов на оплату труда в расходах на образование положительно коррелирует, то есть увеличивает NEED. Расходы на одного учащегося снижают. Точно так же, как расходы на одного учащегося в процентах от ВВП на душу населения также повышают NEED. И доля негосударственных источников в общей сумме расходов образования снижают NEED. Это говорит о том, что все-таки бедность регионов, их, так сказать, ограниченность регионов в ресурсах, она сказывается на NEED негативно и ведет к его повышению. Профилизация образования. Мы тут ожидали нескольких иных результатов, но тут есть корреляция небольшая, отрицательная корреляция, то есть профилизация увеличивает, снижает NEED, что, в общем, правильно и ожидаемо. Но корреляция невысокая. Как ни странно, довольно высокая корреляция с долей обучающихся в первую смену в начальной и основной школе. Это такой результат неожиданный, но, возможно, мы проверяли, связан ли он с численностью учащихся в классе и так далее. Нет, не связан. Еще один момент – это педагоги. Ну, вот здесь понятно, что доля учителей с высшим образованием понижает NEED, это понятно и ожидаемо. Вот здесь, ну, не знаю, насколько ожидаемый вывод, что учителя взрослые, так сказать, старше 40 лет и со стажем более 20 лет, они улучшают показатель NEED, они его снижают. Молодежь, как бы, тут вот работает в обратную сторону. То есть доля молодых педагогов, она повышает долю NEED, что, в общем, видно на этом рисунке. Одновременно с этим среднемесячная зарплата преподавателей СПО также понижает NEED. То есть, ну, так сказать, чем больше зарплата, тем ниже NEED. Ну и, наконец, краткие выводы, если позволите. Это то, что проведенное исследование подтвердило тесную связь показателей образования и внешних факторов, уровня экономического развития урганизации регионов. Анализ связи показателей образовательных систем и NEED позволил выявить ряд характеристик образования в регионах, статистически значимо связанных с успешностью выпускников в послешкольной жизни. Но это позволяет создать основу для выработки образовательной политики, направленную на снижение молодежной безработицы, повышение экономической активности молодых людей. Ну и, помимо этого, наличие региона со значительными отклонениями от общих трендов указывает на необходимость изучения их опытов в преодолении проблем социализации выпускников с целью последующего распространения. Все, спасибо. На этом я заканчу. Спасибо, Марк Львович. За очень содержательный и интересный доклад. Коллеги, у кого есть вопросы? Тогда я, с вашего позволения, начну задавать вопросы. У меня вот такой вопрос. Возникло ощущение, когда я просматривал название регионов с высокой долей тех, кто не работает и не обучается. И, на мой взгляд, там можно выделить два типа регионов. Первый тип регионов – это регионы с традиционной экономикой и с традиционным обществом. Это такие регионы, как Чечня, Дагестан, например. И вторая группа регионов, которые вроде бы не относятся к такого рода регионам. Это Иркутская область, например, Краснодарский край. И вот у меня такой вопрос к вам, если можно. Должны ли быть разработаны меры отдельно для разных типов регионов с учетом того, какие факторы привели к тому, что высока доля вот этой группы с высокими социальными рисками, скажем так? Да, безусловно, конечно. Конечно, меры для Дагестана и для Створопольского края, хотя они соседи, они, конечно, разные. Я уж не говорю про Краснодарский край и еврейская автономная область. Конечно, меры разные. И тут вот я бы, так сказать, обратил внимание на другой хвост. На, так сказать, те, что у нас наоборот сейчас слева, да? Слева. Ну, Санкт-Петербург и Татарстан, понятно, Липец, понятно, да? Но там есть Тульская область, которая не может похвастаться большим, так сказать, уровнем экономического, высоким уровнем экономического развития, да? Или Рязанская область, да? Вот как им это удается, да? Брянск тот же самый. Чуваша, вот как у них это удается, так сказать, оказаться ниже средней, там, существенно ниже средней. Вот мне кажется, что вот эта, так сказать, история успеха, вот она не менее важна, чем история поражения. Ну, не поражения, а неудачи, скажем так. Спасибо. Какие-то еще вопросы, коллеги, к Марку Львовичу? Может быть, у кого-то созрели уже? Можно мне задать один вопрос? Спасибо большое, Марк Львович, как всегда, очень интересно. Вот все-таки отношения, там некоторые коэффициенты где-то 0,4-0,57 корреляции. Вот насколько мы можем здесь говорить о тесноте связи именно в таких парных корреляциях? Нет ли здесь вот желания такого все-таки найти такую группу факторов, какой-то индекс, индикатор, связать что-то, как уже следующий этап анализа, для того, чтобы выйти на какую-то более многофакторную, но убедительную с точки зрения коэффициентов связи? Вот у меня просто такой вопрос, потому что вроде бы звучит убедительно, но коэффициенты, которые и вниз тянут, и наверх, они не сверхвысокие, скажем так, неоднозначно, и в то же время близки между собой. Нет, ну то, что они близки между собой, это как бы, в общем, явление, скорее всего, чайный. Да, это относимость не так важная, это да. Да, значит, то, что они невелики, Ир, ну мы, в общем, знаем, да, что в нашей сфере 90% корреляции не бывает. Да, в нашей социальной сфере, это не физика. Мы брали все, что выше 40%. При этом, после того, как мы убирали влияние региональной безработицы, регионального уровня экономического развития, доступности третичного образования и так далее, эти коэффициенты понижались, естественно. Ну вот они понижались до уровня 0,4, 0,5, 0,6 и так далее. Конечно, это говорит о том, что, возможно, мы не выявили еще какие-то факторы, которые оказывают такое существенное влияние на НИИД. Мы искали другие, честно скажу, но вот не нашли. Сделать некий регрессионный анализ, да, но он тоже, в общем, не очень сильно работает, мы пробовали. Там нет каких-то таких сильных прорывов в смысле коэффициентов. Поэтому вот так. Да, спасибо большое, спасибо. Я верю очень убедительно. Действительно, мы вот в такой работе, получается, сфере как бы скорее обоснованных предположений, чем действительно каких-то, я бы сказала, закономерностей вскрытых. Все-таки это не закономерность, это скорее увиденное благодаря анализу, еще раз, Марк, спасибо, поле тенденций поведенческих, которые, мне тоже кажется, очень важно учитывать в обязательной политике. Коллеги, может быть, у кого-то еще вопросы возрели? Сергей Геннадьевич, у вас отключены. Да, да, спасибо. Марк Ривович, спасибо большое за доклад. Марк Ривович, вот в своих работах вы, касаясь сопоставления нашей ситуации с ОСР в школьном образовании, часто обращали внимание на низкий охват профессиональным обучением в соответствующих возрастах. А вот здесь этот фактор с вашими возысканиями в области НИИТа как-то соотносился? Да, значит, когда мы говорим о профессиональном обучении в России, то надо иметь в виду некую сложность, которая сильно препятствует международному сопоставлению. Потому что в полной мере соотнести профессиональное обучение на ступени старшей школы, да, вот охваты мы можем взять. Потому что мы берем все из ПО после девятого класса, и здесь все в порядке. А выпуски или обучение по программам старшей школы, ну, старшей школы, да, их надо брать только по НПО, который нынче называется подготовка профессиональных рабочих. И тут у нас очень мало. То есть у нас основная часть нашего профессионального образования на старшей ступени школы – это начало третичного образования. И когда я говорил о том, что у нас меньше по сравнению с ОСР охват профессиональными программами на ступени старшей школы, то я имел в виду именно программы, которые старшей школы и заканчиваются. То есть те, которые вот НПО, да, вот. Таких у нас действительно существенно меньше, чем в разных странах. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Тогда я тоже, с вашего позволения, пока вопросов нет, продолжу тогда задавать свои вопросы. У меня сложилось впечатление, да, опять же, по отношению к той группе регионов, которая вот именно с высокой долей те, кто не работает и не учится нигде, и с традиционной экономикой, да. В отношении этих регионов некая тезис, да, вот и к вам вопрос, соответственно. Можно ли говорить о том, что, да, вот в целом у нас есть такие, да, исходя из тех показателей, которые вы представили, это и низкая доля урбанизации, и низкая зарплата учителей, и высокая доля молодых учителей, потому что население в этих регионах с традиционным обществом, оно более молодое, и, соответственно, больше учителей идут, да, молодых в учебном, в качестве преподавателей. И поэтому, в общем-то, в отношении этих регионов мы можем тогда следующие меры, да, можно ли такие меры, да, вот вопрос к вам предложить. Меры связаны с тем, чтобы те сферы экономики, которые сейчас находятся в тени, это личное подсобное хозяйство, скажем, да, которое вот в этих регионах очень сильно развито. Можем ли говорить, что если мы в тень выведем эти сферы экономики, да, и это приведет к тому, что эти люди перестанут у нас считаться безработными, например, которые на личном подсобном хозяйстве работали, и может ли это решить проблему, или же что-то еще требуется в качестве таких вот государств, например. Ну, опять-таки, это все-таки очень, да, разные регионы, мы об этом говорили, и личное подсобное хозяйство, так сказать, там, скажем, еврейской автономной области, оно, не бог весть, как раз это, в отличие от, там, Дагестана или Чечни. И где-то, да, где-то, конечно, это снизит напряженность, но не сильно, я имею в виду на цифрах, потому что очень высокий уровень безработицы в этих регионах. То, что там, в общем, нет где работать, а молодежи и подавно, он ведет, конечно, к высокому гниит. Хотя, безусловно, вывод, так сказать, из серой зоны, там, работы подсобного хозяйства, оно, конечно, несколько понизит цифры, но не сильно. Я думаю, по крайней мере, я этого не проверил. Спасибо большое. Может быть, еще у кого-то вопросы? Коллеги, пожалуйста. Я так понимаю, что вопросов больше нет. Тогда позвольте вас поблагодарить. Мы как раз по времени подошли ровно к нашему следующему докладу. Я передаю слово Сергею Геннадьевичу Косарецкому, я так понимаю, он среди присутствующих, да, он будет выступать для того, чтобы мы услышали ваш доклад. Большое спасибо. Иван Юрьевич Иванов представит наш доклад. Я буду участвовать в дискуссии, в ответах на вопросах при необходимости. Иван Юрьевич, вы же с нами? Да, я с вами. Я пытаюсь как-то расширить экран. Там нужно демонстрацию экрана запустить с помощью меню. Вроде бы я сделал, не могу понять. Иван Юрьевич, вы демонстрировали экран, вам нажать было на PowerPoint окно. Так. Сейчас все хорошо. Отлично. Здравствуйте, коллеги. Большое спасибо за возможность выступить. И я вот думал о том, насколько наша тема находится в контексте сессии, но мне кажется, что несмотря на то, что мы не говорим особо о России, на самом деле мы говорим про Россию, потому что те данные, которые мы получили в рамках нашего исследования, позволяют нам, ну, может быть, даже по-другому посмотреть на отечественное внешкольное образование. Ну, в первую очередь, мне хочется сказать, что мы смотрим на внешкольное образование, используем этот термин, некоторую кальку с зарубежных подходов, after school education или activities, или extracurricular activities. И вообще, почему сейчас к нему появился такой интерес к нешкольному образованию? Надо сказать, что это связано с просто огромным экспонентом, можно сказать, ростом исследований эффектов нешкольного образования на различные аспекты развития ребенка, от академической успеваемости до профилактики социального поведения и развития наук XXI века. И появление такого количества исследований огромного вот с одной стороны мотивирует нас изучать внешкольное образование, с другой стороны есть огромный, просто колоссальный дефицит работ, которые смотрят на внешкольное образование именно как на систему, на ну если говорить не про институт, а вот действительно на систему, которая имеет какие-то общие характеристики, вы знаете, многие из вас знают о том, что само определение внешкольное образование вот не устоявшееся и разные исследователи по-разному его атрибутируют. Но вот тем не менее мы пустились в этот путь и стали смотреть на институциональную трансформацию внешкольного образования. Собственно, почему советское внешкольное образование нас заинтересовало? Ну, во-первых, это была огромная, колоссальная структура, система, как раз системой, можно даже по ряду признаков говорить о том, что это был институт внешкольного образования, который, правда, назывался внешкольной работой, вот, и включала она в себя различные направления и различные системные характеристики, начиная от такого направления, индоктринация, которую провозгласила еще Надежда Крупская, до работы, связанной с инфраструктурностью этой системы, появлением специальных пространств, с появлением передовых содержательных направлений, мы связываем это с моделированием, например, после начала космической эры, ну и очень важной характеристикой внешкольного образования в советское время, это была связь с предприятиями, с производством и огромное количество прямых инвестиций, так и каких-то содержательных инвестиций в внешкольную деятельность детей. Если говорить о постсоветском пространстве, собственно, почему мы берем его? Ну, здесь, как мне кажется, коллеги, скажите, пожалуйста, слайды меняются, а то я начинаю переживать. Да, слайды меняются, мы сейчас видим слайд, почему постсоветское пространство. Отлично, спасибо большое. Собственно, идеальное пространство для исследований, да, была точка А общая для всех, надо говорить о том, что наше исследование все-таки говорит о некоторой унификации вот этой внешкольной деятельности, несмотря на территориальный контекст, национальный какие-то контексты, но в целом вот было единое пространство, вот точка А была общая, теперь интересно посмотреть, какая же точка Б, учитывая, что все 15 стран разные, бывшие стран Советского Союза, и для нас важно все-таки посмотреть не просто на то, что поменялось, а то, как эти изменения связаны с внешним контекстом, контекстом, связанным с образованием, с бедностью, со многими другими внешними показателями, но вот то есть мы можем увидеть, что это изменение, оно вот ну неспроста, скажем так, есть общие какие-то закономерности, но тем не менее вот сегодня мы говорим об институциональной информации, когда мы говорим об институтах, то мы в первую очередь используем рамку теории институциональных изменений НОРТа, мы используем концепцию или теорию колеи, которая, кстати, вытекает из работ Дуглса НОРТа, а для нас важно смотреть на внешкольное образование советское как все-таки институт, потому что признаки базового правила санкций, гаранты санкций вот они очень яркие в советское время, и дальше мы хотим посмотреть и мы посмотрели какие изменения претерпевает институт нешкольного образования уже на постсоветском пространстве, здесь нам еще очень помогает теория систем, общая теория систем и вот давайте посмотрим на некоторые результаты. Наша выборка, мы умудрились охватить все 15 стран, чрезвычайно сложная работа с точки зрения логистики, в данном исследовании, вот презентации мы используем только 12 стран, и это сделано намеренно, вот вы не увидите здесь Туркменистан, потому что у нас пока есть некоторые вопросы о том, как интегрировать его в общий контекст исследования, пока мы заканчиваем работу над материалами Узбекистана, ну и мы пока не беремся сравнивать общую ситуацию в России вот с нашими соседями и бывшими союзными республиками. Итак, 12 стран, мы собирали данные иногда выходными путями, это связано с политической обстановкой, в частности в Украине, в Грузии, нам приходилось устраивать, простите, такой жаргон многоходовки, чтобы получить данные, потому что в той же Украине есть некоторые даже запрет на коммуникацию научную с российской стороной, но тем не менее люди, которые работают в сфере внешкольного образования очень открыты и пытаются помочь. И вот в частности вчера мы получили окончательно данные, согласованные ведущим экспертом внешкольного образования в Украине и ее подкупила наша честность и отношения к работе, желание все-таки быть до конца точными в исследовании. Очень было сложно получать доступ к ведомственной статистике, в основном все количественные данные, они связаны именно с ведомственной статистикой, не только Министерства образования, но также еще ведомства культуры или спорта. Мы очень сильно поработали с нормативной базой, ну и смотрели тоже на публикации в СМИ, и все-таки нельзя исключать этот источник информации вот в исследовании школьного образования. Когда мы смотрели на данные, то мы в первую очередь, как я уже частично сказал, фокусировались на нормативно-правовой базе, это были законы, это были различные стратегии, концепции, нас очень волновала инфраструктурная сеть. Мы чрезвычайно были заинтересованы в изучении сектора или системы провайдеров, потому что нас интересует не только государственный, но также частный сектор. Мы обратили внимание на кадры, вернее, обращали внимание очень пристально на кадры, и один из важнейших направлений нашего исследования это доступность, охват. И вот сейчас я буду рад представить достаточно коротко наши результаты. Очень быстро вот советскую модель мы провели дополнительное исследование, выделили ряд элементов, я хотел бы озвучить с вашего позволения, это всеобщий охват, он был зафиксирован, это инфраструктурность, очень в широком смысле инфраструктурность, это все-таки индоктринация, которая несмотря на снижение пафоса к 80-90 годам, 90-му году сохранялась как один основных элементов, государственно-общественный характер, тут можно спорить много по поводу того, кому принадлежали предприятия, которые финансировали внешколку, но все-таки это не были напрямую государственные организации, ну и вот все-таки бесплатность и доступность достаточно широкая, иногда пакетная доступность, вот, характеризует советскую модель. Что касается результатов, ну обратите внимание, что распад Советского Союза не прошел даром, бесследно, вернее, простите, в отношении инфраструктуры, в отношении распределения основных игроков, если школа была не таким серьезным игроком в советское время, то сейчас она отвоевывает, завоевывает пространство, огромный рост частного репетиторства, произошли содержательные изменения, вернее, не изменения, да, сохранение доли традиционного содержания, если мы посмотрим, то вынужденный отказ от интегрального охвата, то есть все-таки охват перестал быть всеобщим, хотя ряд стран к этому пытаются вернуться. Индоктринация очень сильно пошатнулась и вот в точке В, а это точка В, это 18-19 год, мы видим, что она практически не используется, но вот на ранних стадиях там 90-е годы национальная идентификация в ряде стран вот очень активно реализовывалась средств внешкольного образования. С вами посмотрим очень быстро на какие-то количественные данные. Что касается нормативного регулирования, вы увидите, что в ряде стран есть специальный закон, в других странах закона нет, при этом связи, например, с охватом и наличие закона ну очень сложно найти, есть все-таки некоторые сомнения, но в целом, в целом наличие закона как-то подстегивает широкий охват, исключением является Таджикистан, там все как-то совсем плохо, но это связано в том числе с военными действиями, которые были в 90-е годы. Но если мы посмотрим на охват, обратите, пожалуйста, внимание, данные в процентах, охват, это количество, вот здесь вы видите соотношение к детям школьного возраста, к детям школьного возраста относятся дети от 6 до 18 лет, при этом надо учесть, что в разных странах по-разному нормативно регулируется возраст доступности вот этого внешкольного образования, например, в Украине это до 35 лет, в Беларуси, если меня не изменяет память, до 30 лет, то есть, но тем не менее, вот мы попытались сделать такой расчет, вы его видите здесь. Что касается ситуации вот вне школы и в школе, мы видим, что все-таки школа становится очень важным игроком, совершенно важным игроком, в ряде стран она просто является доминирующим игроком, мы видим это в Грузии, в Таджикистане, вот, отвоевывает позиции, вот, тем не менее, например, та же Украина очень провела четкую демарракционную линию по поводу вне классной работы эта школа и все, что вне школы относится к внешкольному образованию, а вот вне классную работу никакая статистика не считает, то есть здесь вот еще вопросы возникают терминологии формулировок. Если вы посмотрите на доступность, то здесь мы видим все-таки очень серьезный перевес в сторону города и в ряде стран, например, в Киргизии, где основное население живет в сельской территории мы видим, что этот перевес значителен, но тем не менее это такой общий мировой тренд, мы его зафиксировали. Что касается гендера, то здесь все неоднозначно, мы видим, что, кстати, девочки не всегда в противовес расхожему мнению, что девочки ходят на кружки, не совсем это так. Мы видим ситуацию ярко выраженную в странах Закавказья, где прям перевес в колоссальную сторону мальчиков, но тем не менее интерпретацию этого мы пока не готовы делать. Ну вот, заканчивая уже свое выступление, я хотел обратить внимание на частных провайдеров, но обратите внимание, что все-таки основной сегмент у государства. У государства частных провайдеров не так много, но нельзя сказать, что они совсем отсутствуют. По Украине вот я вспомнил, что данные были уточнены вчера как раз один процент всего, по Таджикистану меньше, по-моему, пяти процентов, но там сеть абсолютно, простите, опять же, такая как шагрениевая кожа, совсем сократилась, просто совершенно сократилась. Ну и финальные выводы. Если говорить о трансформации, что же произошло? Институт исчез, появился институционализированный сектор, в этом нет ничего плохого. Появился важнейшим результатом этой трансформации появился дублер, школа. Можно говорить о том, что все-таки это вот создание единой образовательного пространства. И мы увидели очень ярко выраженные вот в странах Армения, Азербайджан, Грузия усиление роли традиционного уклада, когда семья говорит, не нужны нам никакие кружки, и время вне школы ребенок пройдет безопасность, и мы сами определим, как это сделать, кружки для этого не нужны. Вы видите предварительные наши наброски по поводу моделей таких унифицированных надстрановых моделей трансформации. Постсоветская модель это Казахстан, это Киргизия, это Украина, Беларусь, неолиберальная модель это страны Балтийского региона, и вот лиминальная модель, где такое, знаете, действительно свободное плавание сектора, мы относим туда Армению, Азербайджан, Грузию, и все-таки Таджикистан, вот он туда больше в эту сторону. В завершение я бы хотел сказать, что вот эти результаты, которые мы получили, они все-таки наталкивают нас на очень серьезные, я бы сказал, фундаментальные рассуждения о том, является ли внешкольное образование или внешкольное время правом или обязанностью, и мы видим, как по-разному страны решают этот вопрос, либо оставаясь в колее, либо пытаясь выйти из нее, и выход из нее связан с увеличением роли семьи, либо совсем это направление не является приоритетом. Но в целом мы видим результаты, которые у нас есть, говорят о том, что в постсоветском пространстве все-таки внешкольное образование остается в фокусе образовательной политики. И это очень сильно нас отличает от англосаксонской модели, от азиатской модели, и возможно вот это наследие советского прошлого является действительно важным достоянием, которое необходимо продолжать изучать и сохранять, сохранять, развивать. Спасибо большое. Иван Юрьевич за ваш доклад. Коллеги, есть ли вопросы к Ивану Юрьевичу? Можно у меня вопрос? Да, пожалуйста. Спасибо большое, Иван Юрьевич. Я хотела бы вам два вопроса задать. Вопрос первый, он связан собственно с Эстонией, с этим феноменом. Вы показали совершенно замечательно, что если говорить все-таки о такой либеральной модели, когда то самое, то что мы раньше называли дополнительное образование передано в частный сектор, это максимальная доля, и с ней практически никто не может сравниться, они готовы ее объединять с другими. Мы прекрасно знаем сейчас рывок Эстонии в академических результатах школьного образования, мы прекрасно видим рывок Эстонии в уровне недоверия правительству и политике. Вот ваши отношения, насколько связаны все-таки успехи, по-другому это нельзя назвать, Эстония, я считаю, почти уникальными успехами, такого перехода в образовании и доверия со стороны населения именно либеральной политики в образовании в этой республике, которая привела к трансформации и школьного образования, и вывода из государственной опеки в частный сегмент того самого развивающего дополнительного внешкольного сегмента в этом образовании, и того диалога между властью и обществом, которым удалось преодолеть вот эти иждивенческие, мягко говоря, традиции, тенденции, которые есть у нас, ну и взгляда назад в Савок. Это вот мой первый вопрос с феноменом истории Эстонии, как вы его оцениваете. И второй момент. Можете ли вы привести в пример страну, я не уверена, подходит ли это Беларусь или нет, вот у меня именно вопрос в этом, там 91, насколько я поняла, процент охвата этим образованием, модели, которая все-таки все втянула в государственный сектор, превратив это в обязанность, ну то есть такая другая полярная точка, пусть хотя бы на одной республике, когда мы говорим, что стерта грань между основным и дополнительным, но за счет того, что именно государство вело на себя всю эту ответственность, и в регулировании, и в финансировании, и так далее, и тем самым превратило в обязанность, а вовсе не вправо. И каковы тогда там результаты? Потому что, если мы говорим о Беларуси, то, конечно, все-таки теми академическими достижениями, которые в Систонии, очевидно, она похвалиться не может. Вот, собственно, два моих вопроса. Вот полярные, растянутые модели, ярко выраженные, связанные все-таки именно с академическими результатами, со степенью доверительного диалога власти и общества, потому что это очень чувствительная тема. Спасибо большое, Ирина Силовна. Вы знаете, вы задали вопросы, которые, казалось бы, вот мы действительно обсуждаем внутри нашей группы исследовательской, и нам как будто иногда кажется, что это вообще не имеет отношения к нашему исследованию. Такие фундаментальные вопросы. И наша коллега из университета Гринвич, которая помогала нам в частности с Украиной, сделала такую гипотезу, которую мы стали смотреть опыт государственности до Советского Союза. Зарубежные исследователи в частности связывают вот с тем кардинальным, качественным скачком в странах Балтийского региона. Вот они действительно это связывают, вот то, что у них был опыт государственности до этого момента. Вы знаете, когда мы стали, отвечая про Эстонию, что там произошло, там очень любопытная история мне кажется. Во-первых, там очень серьезная, очень высокий уровень муниципальной самостоятельности, этого муниципального самоуправления, очень высокий. А как вы знаете, внешколка во всех странах, за исключением больших республиканских дворцов, в основном финансируется из бюджетов муниципалитетов. Муниципалитет финансирует, и вот здесь вот этот уровень муниципального самоуправления, высочайший уровень привел к тому, что сообщество местное говорит, нам это надо, а нам это не нужно. И они поддерживают частных провайдеров, и школа достаточно автономна, ведь надо понимать, что школа иногда приглашает частного провайдера на свою территорию. И как это еще работает в той же Эстонии? Они сказали так, вообще мы беспокоимся за безопасность детей, поэтому кружки должны быть в шаговой доступности. Значит, или это на территории школы происходит, либо это происходит вот в территориальной зоне. Мы будем поддерживать местных, скажем так, производителей. Во-вторых, государственная система, что сделала в Эстонии? Мы не можем найти причин, но она сказала так, у нас есть приоритеты, например, стем-образование, и тогда мы будем давать деньги частным провайдерам, которые реализуют такие программы. И что произошло с частниками? Они, знаете, выполняют функцию агрегаторов. Они не, вот никак, знаете, такой маломобильный центр экологического образования, который там 80 лет занимается только этим. Нет. Вот сейчас правительство сказало STEM. Пять лет на это выдавали деньги. Организации аккумулировали эти деньги на местном уровне. Дальше оно сказало, знаете, ну а теперь мы будем заниматься там мультикультурализмом. Раз они ищут других провайдеров, они, то есть провайдер остается тот же, но исполнители, подключаются институты, подключается некоммерческий сектор, подключаются также религиозные организации различные, и получается, что вот этот рынок-то у них сработал. Но, тем не менее, мы видим, что охват достаточно трезвый, 54% это нормальный охват, то есть хотим, кто-то хочет ходить, кто-то не хочет. Если ваш вопрос про Украину, Беларусь, он очень справедливый, потому что, вы знаете, вот Украина, она же всегда открещивается в последнее время, как минимум, от советского прошлого. Но вот они в своей модели просто, ну, у них закон, там закон принят чуть ли не в начале 90-х, он уже раз 12 переписывался, там очень серьезная лоббистская сила. И как будто бы они сказали, ну, это обязанность, да, и в Беларуси, где это все прописано, перепрописано, там есть регламенты, там спортом занимается практически 74% детей вот в белорусской системе. Но дело в том, что, и они признаются всем, никто не понимает, как считаются все эти дети. И тут возникает вопрос конкуренции. То есть, если есть конкуренция, появляется качество. Все-таки нет конкуренции, ну, деньги каким-то образом распределяются. Поэтому мне кажется, что, вы знаете, вот пример Беларуси, Украины, я не могу говорить, что это плохие примеры, то есть это хороший охват, это хорошая сохраненная сеть, они отвоевали эту историю. У них вот в Украине есть лицензирование, например, добровольное, да, но тем не менее, вот по содержанию все очень осталось там. Я бы обращал внимание на Казахстан. Вы знаете, в Казахстан они вот как раз пытаются интегрировать внешкольное образование в единое, в единое вот это поле, сделать его обязанностью, но такой, знаете, приятной как будто обязанностью, и у них работают не законы, а у них работают стратегии, концепции очень жесткие, у них есть требования к учителям, которые должны раз в неделю вести кружок, то есть они пытаются все-таки захватить, ну как, захватить, да, ребенка, при этом, по-моему, мне кажется, никто из этих трех стран не может ответить на вопрос, зачем им нужно внешкольное образование, для инновационного развития нет, у них нет этого в документах, а тогда для чего получается по старинке они работают. Спасибо большое, но вот, Иван, у меня более жесткий был вопрос, можем ли мы сделать вывод о том, что если страна идет по пути все-таки действительно поддержания права со всеми современными рыночными механизмами и частными провайдерами, то она и в академических достижениях, и в общественном консенсусе достигает значимо больших результатов, чем те, которые с глазами назад пытаются превратить это в обязанность, как и раньше было, и, соответственно, это не дает прироста академическим результатам, и между обществом и властью не дает достижения общественного согласия. Наверное, наверное, если говорить, достаточно жесткая может быть группа, все-таки, наверное, связь это есть, потому что если бы, знаете, была только Эстония, но мы видим Латвию и Литву рядом, и все-таки они объединены вот в единую какую-то модель, которая не вызывает у нас сомнений, и внешние показатели, ну, нам говорят о том, что там и коэффициент жизни у них другой, и коэффициент, многие-многие другие вещи, там, в частности, и экономическая деятельность женщина, о которой сегодня говорил Марк Львов и честно, вот, а другие страны нет, вот здесь нет России, кстати, нет России, и здесь я боюсь сделать такую оценку, потому что все-таки наши академические результаты как будто бы высокие в тестах, а охват как будто бы тоже у нас высокий, внешкольным образованием, там, он выше 70%, но рыночная часть частного сектора не такая высокая, я бы сказал, и поэтому вот, может быть, наше исключение подтверждает то правило, все-таки я с вами соглашусь, что связь, может быть, если не совсем прямая, но стремящаяся к прямой есть. Спасибо большое, просто, может быть, попробовать, когда будут данные по России, посчитать какие-то уже даже регрессионные уравнения, чтобы выйти на объясняющие факторы. Мне кажется, что, спасибо большое, это очень важный диалог, который мы здесь имеем, и очень важные выводы для политики могут быть, вот и Марк подчеркнул, все-таки, когда политика прислушивается к убедительному такому голосу экспертов, опирающихся на исследования и на результаты, это выглядит с большим достижением и эффектами, чем когда мы просто, скажем так, под влиянием общественной дискуссии и напряжения в этих дискуссиях начинаем принимать политические решения. Спасибо большое. У меня, если можно, тоже созрел вопрос. Я, отталкиваясь от вашего ответа, хотел бы уточнить по поводу тоже, как раз-таки, вот этих стран, как вы назвали, с либеральной моделью постсоветского нешкольного образования, Эстония, Латвия, Литва, да, прежде всего. Я так понял, я так понял, да, по вашему ответу, что значительная доля средств государственных и муниципальных, она распределяется среди частных провайдеров. Да, и с этим связаны успехи, в общем-то, этих систем. У меня вопрос, изучали ли вы по каким конкретным механизмам идет распределение. Они, так же, как Россия, пришли к сертификатам, персональным сертификатам или ваучшим, да, учащимся, или же они каким-то другим способом распределяют эти средства между вот этими частными заказчиками? Угу. Простите, Знаете, по-моему, Литва пришла раньше к ваучерному финансированию, а у них очень любопытная система, она что-то со связью, коллеги, меня слышно? Направлено на малообеспеченных семей, вот. Что касается финансирования, то там есть требования к организациям от государства на получение финансовой помощи, связанных с педагогическим составом, связанным с направлением, вот, но и в целом не надо финансирования, так много, что, знаете, как, что, допустим, организация получает средства на программы из разных источников, это выгоднее, потому что так она может обеспечивать высокое качество, но ваучеры, насколько мы изучали этот вопрос, есть только в Литве, в Латвии ваучеры мы не встречали, в Эстонии, кстати, мы тоже, я не встретил ваучеров, вот, но там, опять же, повторюсь, очень серьезное отношение именно к частным провайдерам, то есть там вот этот момент. Хорошо, спасибо большое. Игорь Иванович, вы говорите, на вашем комплексе. и Эстонии, но с некоторой вариацией государство централизованно добавляет деньги тем муниципалитетам, в которых есть избыточная, ну, или как бы большая доля малообеспеченных семей, депривированных групп, и таким образом обеспечивает некоторое выравнивание и баланс. Спасибо. Тогда мы переходим к следующему докладу. У нас был вопрос у Марка Львовича, если я не ошибаюсь. Дело в том, что мы уже немножечко выбиваемся за установленное время, Маркович, я прошу прощения. Может быть, вы сможете в чате задать? Я задам вопрос отдельно. Все. Простите, пожалуйста, что так по времени получилось. И тогда мы передаем слово Ирине Всеволоду для доклада социальная поддержка детей дошкольного возраста в контексте международных сравнений. Коллеги, большое спасибо. Это наш совместный с Людмилой Михайловной доклад. Я постараюсь немножко акцентировать его в контексте того обсуждения, которое было. Поблагодарить и Марка Львовича, и Иван Юрьевича, и Сергея Геннадьевича в том, что они задали вот именно это сравнение моделей и очень важные точки для политики. Потому что сегодня мы видим, что мы пытаемся сделать еще много усилий и где-то остаемся и топчемся на месте, а где-то приняв даже решение, все равно не можем продвинуть их и реализовать. И один из первых вопросов, который будет на слайдах, мы подключимся, Людочка, не волнуйся, пожалуйста, сейчас сумеем подключиться, я прекрасно и так расскажу. Он связан все-таки с доступностью дошкольного обзора. ни один из них, именно обществом, родителям поднимался вопрос о родительской плате. И оказалось, что мы в ситуации замороженной родительской платы. Замороженной родительской платы, связанной, давай сразу же на родительскую плату перейдем, связанной с тем, что она последние годы даже несмотря на инфляцию, несмотря на все другие, снижается, а вовсе не повышается. И мы продолжаем, несмотря на то, что в законе после долгих обсуждений, когда мы предлагали адресную компенсацию, потому что по исследованиям показали, то треть семей, даже больше, 35% по некоторым регионам, считает это несущественной компенсацией. Это просто размазывание денег. Но, тем не менее, значит, критерий нуждаемости, который нам удалось продвинуть в закон, он не используется. в регионах, компенсация выплачивается всем, она считается от средней, средняя ниже, чем реально взимаемая родительская плата. В результате получается, что, говоря о доступности, за счет кого, спрашивается, мы тогда обеспечим эту затопку? За счет снижения качества питания, безопасности здоровья детей, размазывая ту помощь, немалую, которая есть, по всем одинаковым слоям. В этом смысле это вот эта смесь таких решений, мы не готовы, вот как Литва с ваучерами, поддерживать тех, кто в этом нуждается, хотя и в законе это провели на самом деле, но боясь и работая в ситуации глубокого недоверия власти и общества, мы не можем прийти к решениям, которые были бы гораздо более продуктивны, чем они есть. Можно следующий слайд, связанный с этим. и в результате что у нас получается с точки зрения именно поддержки за счет разных инструментов, у нас достаточное количество инструментов всяких пособий, это и материнский капитал, это и так или иначе те, которые предоставляют пособия по уходу за ребенком, на самом деле у нас единственное, что выросло вот в условиях пандемии, это прямая раздача денег детям, соответственно семьям, когда оказались условия пандемии. Все остальное, несмотря на многолетний период использования этих инструментов, в общем, постепенно идет к некоторому либо сворачиванию, либо к их стагнации. Будет ли эффективна такая раздача? В период пандемии возможно, никто не оспаривает, и в частности в других странах показано, что в этих абсолютно экстраординарных условиях наверное это имеет смысл. Но имея такой широкий, казалось бы, набор инструментов, на самом деле они у нас все-таки к результату и к обеспечению такой вот, я бы сказала, картины благополучного выбора и права воспользоваться удобным именно для каждой страны семьи решений мне приводят. Можно следующий слайд, который мы здесь и имеем. Мы решили, это блок небольшой, постараюсь его быстро рассказать, оказывать помощь родителям тогда, психологу, педагогическую, методическую и так далее. Занялись этим, как вы видите, у нас в основном дошкольные организации, немножко есть пришколы, есть другие, даже вузы некоторые оказывают эту помощь. Можно следующий слайд, но тем не менее число консультационных центров у нас сейчас фактически 14 тысяч на 49 тысяч дошкольных обязательных организаций, если мы еще немножко школы добавим и так далее. Но мы можем сказать, что почти в каждом третьем учреждении это работает. Это серьезнейшая развлепленная сеть, которую удалось за эти очень короткие сроки создать. Можно продвинуть следующий слайд. Тем не менее мы говорим о том, что категория получателей этих услуг остается пока неопределенной. Кто-то работает со всеми детьми, независимо от того, ходят они в детский сад и не ходят и при этом стараются это сделать за счет ресурсов самого детского сада. Потому что регионов мы внесли в перечень услуг эту услугу, просчитали нормативы, разослали всем регионам. Сейчас мы строим, а кто из регионов-то эта региональная обязанность вовсе не муниципального, тем более не дошкольного учреждения передает субсидию на оказание практически никто. Тем самым на дошкольном учреждении без того слабого финансирования, мы нагрузили эту помощь. Конечно, они работают в первую очередь с теми, кто ходит. Следующее административное решение, которое мы тут предприняли, это, честно говоря, чтобы они пошли и написали заявление, мой ребенок на семейном воспитании имеет право на бесплатную эту помощь. В общем, совершенно административным ресурсом. Хотя в этой помощи, вообще говоря, нуждаются все, особенно в условиях пандемии и вопрос-то был только с платностью и бесплатностью этой помощи и, соответственно, государственными рыночными возможными предоставлениями просто частных консульционных центров, индивидуальных психологов, которые могли бы ее оказывать, консультировать в первую очередь родителей. Нет, мы всегда остаемся в очень, я бы сказала, таких, ну, учрежденческих решениях любых живых таких востребованных процессов. Можно следующий слайд, связанный с тем, что формы оказания этой помощи. Ну, знаете, коллеги, вот мы так или иначе говорим о развитии там и дистанционных форм, и мобильных служб, привлечения сюда межведомственных каких-то, и что во главе угла у нас здесь все-таки именно психолого-педагогического. Именно она меньше всего востребована. Вот методическая действительно, может быть, и нужна. Где-то Татьяна Алексеевна Горькова диагностическую просто вычеркнула, мы боролись не знаем сколько, чтобы ее восстановить. Это именно то, что нужно людям. Все говорят о психолого-педагогической, именно она востребована в наименьшей степени. Потому что мы не допустили новых, я бы сказала, профессионалов в эту сферу. Мы считаем, что система достаточно для того, чтобы справляться с накапливанием проблем. Можно следующий слайд? Ну, вот здесь первые, вторые волны показаны. Я думаю, презентацию по цифрам можно будет потом рассмотреть. Я хотела бы немножечко дальше пройти. Люд, это вот общее количество обращений, которые есть. Мы видим, что есть регионы-лидеры, в которых много обращений. Это число сотрудников вполне себе стало. И вот тот слайд следующий, который, мне кажется, Людочка сделала самый выразительный. А сколько же обращений на каждого педагога, если мы тут дельно посмотрим, было за первый квартал 21-го года. Это, в общем-то, почти что сто дней, да, ну, 60-70 рабочих. Но родители-то могут и в нерабочее время. У нас там только вот две, максимум три региона, которые, можно сказать, что работали напряженно, наполнили. Вот консультант, он родителями работает и консультирует, оказав там по 300-400 услуг. Но все остальные, это 6, 7, 8, 9, до 10 недостаточно за квартал. Это не обращаются или не работают, или это просто после работы воспитателем в детском саде одну-двую семью, что-нибудь там расскажу пришедшим за ребенком родителям. Вот иногда вот эти формы, почему я так про Эстонию спрашивала пристально, мы создаем новые виды деятельности, мы даем новому бизнесу, в буквальном смысле вы уж извините, войти на эти территории и при диалоге общества с муниципалитетами, с государством все-таки затеять и заполнить те дефициты, которые есть. Ну вот у меня большие сомнения, когда мы смотрим, как это, 15 тысяч центров, тысячи, две, три, пять сотрудников, ну, которые там по 5-6 консультаций оказывают. Можно следующий слайд, у нас здесь разные в лидерах, ну, это вот период 20-го года, мы пролеснем, но в принципе идея примерно такая же. Есть регионы, которые заставили, значит, категорию получать, ну, мы пролеснем сейчас эти слайды, тоже вот здесь до 20-го года это вот. И главное, что вот в этих центрах, вот эти, Тюменская область, Белгородская, которые действительно, мы знаем эти регионы, знаем эти, очень много работают, создали, в общем-то, такие региональные муниципальные системы, можно следующий слайд, но как только мы переходим к количеству обращений, которые здесь есть, мы тоже видим, что пока это только-только становящаяся реальность. Поэтому, когда мы говорим, что мы пытаемся не только там деньгами, премиуми выплатами или компенсациями часть родительской платы, но и широкой сетью консультирования, помощи самим семьям и родителям развернуть эту работу, мне кажется, что здесь предстоит еще очень серьезные усилий и в том числе какое-то продумывание умной институционализации этих процессов, которые мы пока не достигли. Можно следующий слайд уже, собственно, к тому, как другие страны. А другие страны стараются помочь малоимущим, многодетным, не предоставляя приоритетное значение. Где чаще используется приоритетное значение? Конечно, когда оба родителя работают. А в других это именно адресная поддержка тех, кто в этом нуждается. Но нисколько не порождая и не провоцируя ежедневенческих настроений, а, конечно, вот этих вот тебя без очереди, тебя там так-сяк, нет, оставляя право принятия решений за собой и семьей, но не оставляя без поддержки. Что называется в такой концепции современного соседства, как она, максимум поддержки, минимум ее навязывания и регулирования, минимум вот такого, ну что ли, здесь узурпации в принятии решений. Решения думайте, принимайте сами, мы найдем способы поддержать, особенно тех, кто в этом нуждается. Можно следующий слайд? И мне кажется, что мы, конечно, в финансовом обеспечении остаемся среди той группы стран, ну в том числе, кстати, как и в дополнительном аргенте. Советский случай он дал, сколько мы здесь тратим и сколько у нас расходы на одного обучающегося. Но чтобы нам сделать все-таки качественный рывок, мы понимаем, что при той продолжительности, которая есть, это все-таки очевидно недостаточно. Если мы хотим перемещаться к тем странам, которые имеют другие результаты, все-таки здесь должно быть другое финансовое обеспечение этой деятельности. Можно следующий слайд? И вот это финансовое обеспечение, смотрите, вот это до трех лет. Вот Марк говорил, многие страны забыли уже о том, что нужно думать о доступности, думают о результативности. А нам рано. Вот единственная страна, которая за этот период до трех лет не сделала ничего за эти вот годы в отношении раннего развития, это Россия. И там мы остались, где были. Ну, еще там, может быть, с Мексикой нас можно сравнить, которые тоже усилий не делали. Есть страны, я с Марком совершенно согласна, они ставили вопросы доступности, они и охватов, они их решили, давайте теперь говорить о результатах, потому что они совсем не в том положении, где мы. Только сейчас поставили эти вопросы, может быть, будет прирост, можно следующий слайд, вот в отношении детей, которые у нас с трех до пяти лет. Ну, мы сделали усилия, конечно, и это видно, у нас была политика, озвученная президентом, но оказалось недостаточно, чтобы нам вырваться в ту самую группу, все-таки лидирующих стран, которые могут позволить себе сказать, мы этот вопрос решили, мы будем обсуждать результаты и академические достижения. Да, лучшая ситуация, здесь очевидно влияние политики, но если мы говорим не только исходя из себя, но и в поле глобального обсуждения такого контекста, наших усилий очевидно недостаточно. Можно следующий слайд. И вот тут мне кажется, основное связано с тем, что мы используем сугубо административные государственные решения. Мы здесь лидеры просто в формах собственности, других таких нет, где все огосударствлено до предела. Именно поэтому я вот и спрашивала Иван Юрьевич, мне показалось очень интересно, если связать успехи Эстонии с очень многими факторами, я была удивлена, прямо скажу, насколько допущены новые игроки в условиях очень доверительного конструктивного диалога власти и сообщества. У нас давление, у нас огосударствлении, у нас в этом смысле все время переворачивание права и возможностей конечно в жесткую обязанность. Можно следующий слайд. И вот здесь вот когда мы говорим соотношение государственных и частных расходов, мы там вот в серединочке, конечно, нас превалируют государственные расходы, а частные мы заморозили, тем детей родительскую плату, детей кормим макаронами, считаю, что тем самым улучшим их здоровье в современном мире. Ну и вот заканчивая уже свое выступление, можно следующий слайд тогда, мне хотелось бы сказать, ну это вот те, кто раннего возраста зачисленных в разные организации удельные расходы, где, как допускать, какой сектор, но я даже чуть дальше хотела по зачислениям в школу, люди, знаешь, где у тебя такие, вот это вот. И теперь вот здесь вот на этом слайде хочется формально, да, мы к числу тех стран, которые там с двух месяцев до школьного образования право предоставили, но мы остаемся одни из очень немногих когортных стран, где, собственно, начальное образование осталось обязательным только, фактически, вот среднее, основной, семилетний возраст, да, формально шесть и с половиной, кто-то и в семь, и в семь с половиной идет и так далее. И посмотрите, как мало таких стран осталось, где действительно обязательный уровень образования, это образование семилетнего возраста. Сколько стран, начав раннее развитие, с трех, уж с четырех лет делают его все-таки обязательным. Нет, не мы, хотя формально в законе записали, но тем самым порождая и дифференциацию, и не делая шагов к тому, чтобы действительно вовлечь реально в образование, предоставить эти участия в образовательных программах для семьи. Можно следующий слайд, и в результате мы можем говорить о том, что во многих странах есть политика права в определенном количестве часов и обязательный гарантированный минимум. Вот за него точно будут расходы государства нести ответственность, но и взаимная ответственность семьи, что ребенок это количество часов должен все-таки это образование получить и пройти. Тогда мы уже делаем, что начальное у нас начинается обязательно совершенно с другого возраста. И мы можем на эти рассчитывать результаты. А вообще с точки зрения права у вас может быть гораздо больше часов, даже та же Чехия, от 32 до 60 часов может быть, с разными формами поддержки, если это потребуется, но 20 часов обязательно. вот это то, на что потом в дальнейших шагах образовательных, в траектории образовательных можно уже опереться. И мы видим, какое количество часов очень важное здесь записано именно как обязательно. Бельгия, кстати, вот мы когда обсуждали на в Париже тогда было обсуждение, она одна из тех стран, которые вот в моей группе даже мы вместе работали, знаете, нам не нравится определение, что дошкольное обзание это значит не менее 100 дней, не менее 2 часов в день. У нас по другому органу, у нас либо 3 часа 2 раза в неделю, либо 2 часа 3 раза в неделю, в целом у нас не 100 дней, а мы выходим на 35 недель, у нас больше, то есть мы готовы сказать, что 200 часов в год, и мы их предоставляем, но давайте мы сами определим режим, и мы все предоставляем только как право для родителей. Поэтому модели могут быть разные, но достижения Бельгии нам известны, они достаточно высоки в этих академических результатах. Поэтому вот здесь вот мне кажется Людмила Михайловна вытащила очень важный вот этот параметр этой дихотомии права и обязанности, механизмов поддержки и государственной ответственности, вовлечение частных сегментов, можно, наверное, уже завершать, это, по-моему, последний у нас слайд, для того, чтобы сделать политику гибкой. Тут вот Людмила Михайловна показала, что там, где самого раннего возраста начинаются не просто эпизодические короткие программы, но достаточно длительные образовательные программы, они потом на более поздней стадии тоже превращаются в длительные программы и поддерживаются уже разными финансовыми механизмами. Спасибо большое за внимание, вот хотелось именно обратить внимание на разность политик, на разность возможностей, и что есть возможность сочетать все-таки гарантированность, обязанность государственную поддержку при условии ее, естественно, адресности с тем, чтобы вовлечь в этот сегмент новых провайдеров, частных провайдеров, а уж тем более, когда мы затеваем такую новую и институционализируем ее сферу деятельности, как консультационная поддержка родителей. Может быть, и не случайно, что, собственно, психолого-педагогическая это в ней и не особенно востребована родителями, поскольку они считают воспитатель в детском саду и так с этим справиться. А вот другие формы и с диагностикой связаны, и с методической, которой родители нуждаются, оказывается, что наши педагоги все-таки предоставить не очень-то могут. Большое спасибо, я надеюсь, что вот мы как-то постарались сакцентировать то, что мне показалось очень интересным в других докладах. Спасибо большое, коллеги. Есть ли вопросы к докладу Ирины Всеволодовны? Вопросов нет. Может быть, тогда я задам вопрос о ревенционном, если можно. Вы показывали слайд о том, какой объем средств используют через механизм материнского капитала. У меня такой уточняющий вопрос, если можно. Имеется в виду средства, использованные на образование или весь тот материнский капитал, который матери получили, могут использовать его на другие цели? Это весь материнский капитал, нам сегодня разрешено и в дошкольном оплачивать, и в этом. Но вместе с Минэкономом, когда мы считали и обсуждали, если его разрешить в частный детский сад отдать, то это, конечно, сгорает весь капитал, причем сразу. Очень быстро. Его объемы все-таки сегодня не так значительны для того, чтобы можно было оплачивать часть. Но у нас все-таки разрыв очень большой между частными и государственными детскими садами. То есть, речь идет, насколько я понимаю, все-таки о том, сколько в целом по этим сертификатам получили на все цели. Да, там невозможно разделить, потому что он предоставляется единой формой, уже сама семья решает, на что она его направила. Действительно, он сейчас вырос, и вот в послании федеральному собранию Владимир Владимирович Путин упомянул его размеры, действительно, они выросли, они индексируют эти размеры, и вроде бы удалось сохранить этот инструмент как таковой сам по себе. и дошкольное образование туда втянуть, и право тратить. Кстати, его можно тратить, ну, матери имеют право его тратить и на свое образование, чтобы комментировать потери у квалификации, хотя была сделана очень большая работа, и в принципе, те, которые по уходу за ребенком, они имеют право бесплатно даже в вузах учиться, их зачисляют и переводят с коммерческих местно-бюджетных, и, казалось бы, такая мера прямо вот все воспользуются. Нет, очень низкий процент тех, кто этим воспользовался. Спасибо большое. Мы, в общем-то, уже подошли ко времени, когда нам нужно подводить итоги, и я буквально в заключении могу, хотел бы, по вопросу сказать, в общем-то, мы увидели, что представленные доклады, они покрывают достаточно большую тематическую направленность. Мы с вами увидели анализ проблем и нешкольного образования, и дошкольного образования, и школьного образования. И по охвату, мы видим, что у нас и национальные были выборки, и межстрановые сопоставления. то есть и методы исследования тоже самые разнообразные от экспертных опросов до корреляционного регрессионного анализа. То есть, в общем-то, мы видим, что действительно весь спектр тех методов исследований, которые может предложить современная наука, был использован коллегами, и в общем-то, те выводы, которые были коллегами озвучены, они могут использоваться как политиками в области образования, общественными организациями в области образования, для того, чтобы скорректировать и сформировать соответствующую политику в отношении определенных целевых групп в образовании. Спасибо большое. На этом я предложил бы заседание нашей секции считать закрытой. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. Я хочу вас всем за содержательные доклады. Всем спасибо. Спасибо большое. и до свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания. Все хорошо.